Уважаемые телезрители, здравствуйте! Сегодня темой нашей программы «Поговорим о здоровье» будут онкологические заболевания. В частности, это заболевания молочных желез. Рак является одним из самых страшных заболеваний современной цивилизации. Дело в том, что рак – это общее заболевание, и к нему относятся более чем 100 болезней. Возникает раковая опухоль, и вообще это заболевание из одной клетки. Очень много заболеваний, которые являются предраковыми. Одним из таких заболеваний может быть мастопатия, то есть то, что поражает молочную железу. Освятить эту тему мы хотим с гинекологом Володарской амбулатории Дуванской Яной Валерьиной. Яна Валерьевна, расскажите нам, пожалуйста, что такое мастопатия. Мастопатия относится к фоновым заболеваниям, которым чаще болеют женщины в возрасте от 35 до 60 лет. Это является доброкачественным заболеванием, приводящим к изменению в молочных железах. Каковы формы мастопатии существуют? Скажите нам, пожалуйста, Яна Валерьевна. Клинически различают узловую и диффузную форму мастопатии. Это важно для того, чтобы женщина понимала, какая форма у нее заболевания есть в организме и непосредственно полезна для врача, чтобы он провел клиническое обследование и лечение. Диффузная форма мастопатии проявляется гиперплазией и увеличением тканей молочной железы. Узловая форма мастопатии проявляется в форме образования узлов и кист молочной железы. Также можно распределить форму мастопатии на виды узловая, кистозная, кистозно-фиброзная и кисты молочных желез. Учитывая то, что фоновые заболевания приводят к риску развития онкологических заболеваний в 3-4 раза, то форма узловой формы мастопатии в форме кисты и узла приводит к риску возникновения раковых заболеваний увеличивая в 8-10 раз. Яна Валерьевна, имеются всегда факторы риска любого заболевания. Расскажите, пожалуйста, о факторах риска этого заболевания, который мы с вами сегодня освещаем. Существует много факторов риска, но один фактор не вызывает развитие онкологического заболевания. Должно быть множество факторов. В первую очередь, это возраст. Выявлена вероятность возникновения онкологических заболеваний, если возраст женщины подходит к отметке 45 лет. Пик заболеваемости приходит на возраст около 65 лет. Но в последнее время, в связи с тем, что онкологические заболевания помолодели, то встречаются случаи выявления онкологических заболеваний в возрасте 35-40 лет. Одним из факторов возникновения опухолей является семейная или генетическая предрасположенность. Выявлено, что вероятность развития онкологии у членов семьи повышается, если заболевание по женской линии членов семьи первой степени родства примерно в 8-10 раз. То есть, если у женщины мама или, допустим, бабушка или сестра заболевают раком молочной железы, то у женщины риск возникновения увеличивается в 10 раз. К одним из факторов, приводящих к развитию онкологии, относятся и гормональные изменения. В частности, это изменение функции щитовидной железы, изменение функции яичников. Почему? Потому что при дисфункции яичников повышается уровень эстрогенов в организме женщины, а это приводит к усилению пролиферации клеток в молочных железах. Также одним из факторов, приводящим к возникновению онкологии, относятся факторы репродуктивного характера. В первую очередь, это раннее начало менструации до 12 лет, позднее наступление менопаузы после 55 лет. К этим факторам относятся также в анамнезе наличие абортов, выкидышей, наличие грудного выскарбливания и длительность лактации. К одним из факторов развития онкологической заболеваемости относятся это курение и алкоголь. Также можно отнести к факторам развития онкологии, это наличие травм, операции и стрессовой ситуации. Доказано, что стресс приводит к снижению иммунитета. Почему? Потому что на фоне многих физических нагрузок, эмоциональных нагрузок у женщин снижается иммунитет, а это является одним из факторов возникновения онкологических заболеваний. Также имеет значение и место расположения, место жительства женщины. Почему? Потому что по последним данным заболеваемость онкологии в Западной Европе и США увеличена по сравнению с женщинами, которые проживают в Японии или в Китае. Это связано с тем, что женщины, которые проживают в Японии или в Китае, больше употребляют в пищу морепродуктов, больше употребляют в пищу рыбы. Эти продукты содержат микроэлементы, которые предотвращают развитие онкологических заболеваний. Яна Валерьевна, какие основные симптомы заболевания? Основные признаки симптомов появляются у женщин во второй фазу менструального цикла, то есть передмеченными. К этим симптомам относятся это накрубание молочных желез, боль, изменение ткани молочной железы, появляются уплотнения, появляются выделения сосков. Некоторые женщины пальпируют образование в форме узловых уплотнений молочной железы. Также некоторые женщины могут пропальпировать подмышечные лимфовзлы, которые тоже являются симптомом развития заболевания. Яна Валерьевна, а что же нужно делать женщине, если они впервые почувствовали какие-то неполадки молочной железы? В первую очередь женщина должна обратиться к врачу. Почему? Потому что любые изменения по молочным железам являются фактором развития онкологических заболеваний. Откладывать визит к врачу не нужно. Почему? Потому что можно провести любое обследование врачом, можно провести любое лечение, которое возможно будет приводить к нормализации ситуации. А если женщина не будет обращаться к врачу, то эта ситуация может быть упущена и возможно, что последствия недообследованной и недолеченной женщины может заболеть онкологическим заболеванием. Яна Валерьевна, какие существуют методы обследования молочной железы? Основными методами обследования женщин являются это маммография, ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная маммография, проводят также исследование протоков молочных желез и проводят исследование кист молочных желез. Маммография проводится женщина в основном в первую фазу менструального цикла после месячных. Существует несколько методов маммографии, но это основной метод, который позволяет распознать онкологические заболевания. При необходимости и по показаниям проводят функционное исследование ткани молочной железы для верификации диагноза. Ну и самое главное в нашей работе лечебников, это прежде всего профилактика. Расскажите нам, пожалуйста, о профилактике онкологических заболеваний, в частности онкологических заболеваний молочной железы у женщин. Существует первичная и вторичная профилактика. Первичная профилактика направлена на предотвращение канцерогенеза, то есть предотвращение появления опухолевого процесса. Вторичная профилактика направлена на лечение, профилактику онкологических фоновых заболеваний, а также лечения непосредственно злокачественных заболеваний, профилактику рецидивов. Что относится к вторичной профилактике? В первую очередь, женщины должны регулярно проводить медицинские осмотры. В первую очередь, это самообследование. С 20 лет женщина должна проводить самообследование в определенные дни каждого месяца. После 35 лет необходимо обязательно проводить ультразвуковое исследование один раз в два года. После 40 лет обязательно ультразвуковое исследование с маммографией. Один раз в три года после 50 лет проводят маммографию с ультразвуковой диагностикой ежегодно. Дорогие телезрители, сегодня мы с вами услышали о таком грозном заболевании, как мастопатия. Прислушайтесь к тому, что сказал вам доктор.